Сегодня с вами в эфире я Юлия Юдина, я бьюти-редактор портала Я Покупаю и Дмитрий Костецкий, больше известен в сети как Папа Блонг. Сегодня он нам расскажет про такую же водотрепещущую тему, как поддерживать, как ухаживать за светлыми волосами, чтобы лето не отразилось на них пагубно, чтобы волосы были блестящие, струящиеся, чистые, лучистые. Дмитрий, вам слово. Привет, Юля, привет всем. Ну, самый главный вопрос, да, относительно, наверное, темы сегодняшнего нашего с вами эфира. А в чем вопрос ухода за волосами летом отличается от ухода за волосами зимой? На самом деле кардинальное отличие есть, да, потому что первое, что у нас летом больше, это температура, это жара, это больше солнца, это чаще мыть, это купаться в бассейне, в море, в реке, где угодно. Зимой же хвостик зарезал и шапку одел и все. В одну секунду скажу, что лучше зимой, подальше уже, конечно, перейдем к лету. Зимой, когда вы собираете хвосты, прячете под шапку, накрываете волосы куртками, шубами, неважно чем, желательно использовать в своем уходе исключительно липидные уходы, жировые, питательные. То есть мы питаем волосы от нехватки именно структурирующих компонентов. А вот как раз таки летом сильно использовать липиды, да, нужно. В определенных моментах тогда расскажу, но больше нужно использовать именно увлажнение, защиту, керадин, структуру и ультрафиолетовый киль. Ну и соответственно, да, поехали. Лето, оно у нас бывает двух типов. Да, оно бывает у нас центральная Россия, сухое, жаркое, пересушенный воздух, а бывает ультравлажное, юг, солнце, море, океаны, бассейны, прогулки и так далее. Я сам живу в Сочи, и у нас очень актуальна тема именно повышенной влажности волос. То есть они вот все время какие-то вот кроватые или липкие. А из-за чего? Из-за того, что влажность воздуха порядка 80-90 процентов волоса начинает на себя это все дело тянуть. Укладка не держится в принципе никак. Девочки начинают по два-три раза протягивать феном волосы в течение дня, либо перетягивать постоянно утюгами. Поэтому первое, что вы используете летом во время укладок и просто это ваш вот must-have главного рода. Это термозащита и желательно термозащита с эффектом антивлажность, защита от влаги, то есть обволакивающий продукт, который не будет позволять влаге из воздуха очень быстро переходить на наши волосы. Вот, например, вы, да, вы кудрявые. Если вы придете сделать высочую укладку, в лучшем случае вы дойдете по вашей машине, которая стоит в 100 метрах от салона, потому что волосы тут же начнут набирать влагу из воздуха и начнут становиться более пушистыми. То есть опрятности мы не получаем, нужно повышать температуры, нужно увеличивать мощность укладывающих инструментов, соответственно, мы просто добиваем нашу волосы. Термозащита и желательно термозащита с эффектом именно антивлажности. Можно также использовать финишные продукты. Допустим, у L'Oreal Professionnel есть лак-антифриз, он мало того, что не создает эффект опорки, в том числе он еще дополнительно защищает от влаги. У каждого бренда сейчас есть определенные позиции в том или ином направлении, но говорить о том, что, ребят, берем фирму А и фирму Б, уже, к сожалению, нельзя, потому что ситуация такая, что фирма А и фирма Б могут моментально улететь с рынка. Но про некоторые продукты расскажу подробнее в самом конце. Следующий момент. Опять же, если вы любитель купаться в море, в бассейне, в любом водоеме, первое, что вы должны для себя навсегда запомнить, в обязательном порядке промывайте волосы после любого водоема. Ни в коем случае никогда не выходите из бассейна, не сполоснув голову под душем или, зайдя в душевую кабину, если это закрытый бассейн, если это море, по возможности найдите тот пляж, где есть душевая кабина, либо же, если вы любите дикие пляжи, возьмите с собой баклажку пятилитровой воды. Дело в том, что соли и все присадки, которые используются в бассейнах, это достаточно агрессивные щелочные продукты. Они мало того, что у блондинок вымывают цвет, разрушают структуру волоса, они делают волосы хрупкими, громкими, они разрушают молекулу цвета из-за того, что молекула у нас щелочная и продукт щелочной начинает его доковыривать. То есть, знаете, суперстильно разбавленный осветляющий порошок, цвет может восходиться, блондинка позеленеть, рыжая пожелтеть, шоколадная порыжеть, ничего хорошего этого нам, соответственно, не сулит и волосы будут выглядеть совсем нехорошо. И мысль о том, что я доеду домой и дома смою, это абсолютно неправильная мысль, тем более под действием солнца, ультрафиолета и тифла, эти активные компоненты начнут разрушать ваши волосы еще больше. Поэтому обязательно смывай. Если вы обладательница длинных волос, по возможности не надо плавать в спуши, потому что вы начнете их раздирать. Соответственно, любое продергивание волос в щелочной среде приведет к еще большему травмированию структуры волоса, поэтому косичку, дульку, хвостик или что угодно. То есть, ну вот так. А если вы хотите супербразильские локоны, ну тогда советую вам сходить в салон, воспользоваться правильным солевым спреем. И мы сейчас плавно начинаем переходить к стайлингу. Вы искупались в море, сполоснули волосы, но вам идти дальше в ресторан. Что можно взять для суперэкспресс-варианта укладки? Либо крем для локонов на лето, если у вас вьющиеся волосы, либо солевой спрей, если у вас волосы имеют либо кудрю, либо легкую волну. Удобные продукты чем? Существует два, на мой взгляд, оптимальных продукта. Первый – это Кеман бренд. Он у нас в России, не ушел. Он есть на маркетплейсах, он есть в официальных дистрибьюторах, он есть в некоторых интернет-магазинах. Один из них – это крем Мания, желтый или черный, то есть в зависимости от степени фиксации. И второй – солевой спрейг голубенькой бутылочки. Также можно использовать любые итальянские фирмы, такие как «Инсайт», «Формавита», «Альфа-пар». Итальянцы делают шикарнейшие, безупречнейшие средства для поддерживания кудрявых волос. И я думаю, вы сами с ними столкнулись. Вот, например, кстати, вот, Паша, можно узнать ваш любимый алгоритм ухода за кудряшкой лица? Ой, ну, я вообще придерживаюсь кудрявого метода. Я промываю волосы, наношу в обильном количестве кондиционер на достаточно влажные волосы, затем использую праймер несмывающий, затем гель для того, чтобы волосы не пушились, держали форму. Ну и, собственно говоря, все. Летом, да, я еще могу использовать термозащиту или спрей с СПФ-защитой, потому что, ну, чтобы волосы не выгорали, не пересыхали. Вот моя рутина стандартная. Абсолютно, абсолютно правильно. И единственный маленький нюанс, который все-таки разнит нас, южных жителей, своими жителями более северо-восточных регионов, это то, что у нас есть такая проблема, как постоянная жара и подзасаливание очень сильной кожи головы. Вот, потому что, когда воздух посушили, у вас не так сильно жарко, кудрявый метод, он реально крут, но он не до конца домывает кожу головы, начинает проблему постоянно вот и объем падает. Вот мы с вами там заготовили слайд, там в маленькой презентажке я перечислил несколько продуктов, которые помогут вот с этой самой проблемой девочкам справиться. Мы с вами, да, презентацию эту пролистаем и прокомментируем, да, каждое средство? Да, именно по поводу первой фазы, именно фазы очищения. Вот. Что еще, допустим, можно было бы вам посоветовать, ну, всем, да, зрителям? Если вы прям хотите поделать какие-то супер-супер сильные спа-терапии летом, какие-то сверхсильные уходы, какие-то там многоступенчатые процедуры, я бы посоветовал немножко воздержаться, потому что летом использовать что-то сильно тяжелое, которое будет не только ваши волосы обволакивать, но в том числе и наслаиваться на кожу, потому что мы не можем в любом случае не попасть на кожу головы. Мы просто вызовем такой, знаете, как перегруз дополнительный, а еще и, не дай бог, аллергическая реакция какая-то может вывести. Дальше в плане инструментов и укладок статика. То зимой у нас статика раздражает, что летом статика раздражает. Не сочтите за прикол, но если вы можете вашу дорогущую брендовую шелковую блузку побрызгать антистатиком, то и ваши волосы тоже можно побрызгать антистатиком. Обыкновенным для ткани, только с расстояния вытянутой руки, то есть вот так, чтобы руку даже видно не было. Увели на всю длину руки, обрызгали слегка волосы и ваши инструменты, которыми вы пользуетесь, расчески, брашинги, промываете в мыльной воде, высушиваете, берете антистатик и заливаете просто прям на полотенце, чтобы они прям были мокрыми. С одной и с другой стороны. Это прямо шок-контент сейчас, я даже не предполагала. Ждете, пока инструмент высохнет, и после этого начинаете им пользоваться. То есть образуется вот эта вот антистатическая дополнительная защита, и уже так сильно волосы не будут тянуться за этим всем. Ну и самое смешное, положите рядом кусочек фольги, хоть с айянской, хоть из шоколадки, хоть парикмахерской. Если волосы все-таки сильно поднимаются, а антистатика нет, либо он закончился, берем фольгу просто в руку, да? И проводим по волосам фольгу, и фольга тоже снимет статику. Здорово. Ну вот это просто вообще, я думаю, ценнейший лайфхак. А знаете, у меня сразу какой вопрос пришел в голову, когда вы заговорили о том, что спа-процедуры летом делать нельзя, возвращаясь к теме блонда. А вот, например, ну, условно, я решила осветлить волосы. Либо это делать можно, нужно, или наоборот, лучше воздержаться, подождать до какого-то другого сезона, или вообще это не имеет значения? Ну, вообще особо сильного значения это не имеет, потому что, если как раз-таки вы решили осветлять волосы и что-то с волосами менять, тогда да, прежде чем мы делаем осветление, желательно структуру подвосстановить. Но, опять же, нужно смотреть на то, какие процедуры вы используете. То есть, допустим, самая любимая распространенная часть для волос, да, допустим, от фирмы Лайдл, японская. Одиннадцатый ступень, считается по процедурам многофазовый уход. Перед обесцвечиванием желательно сделать первую часть процедуры, когда серые бутылочки набрызгивают. А вот как раз-таки красные крема, что такое красные крема? Это концентраты масел и силиконов, они обволакивают волосы, они его защищают, они его немножко утяжеляют. Но, если вы начнете закрывать волос от проникновения осветляющих продуктов, как мы осветляющий продукт внутрь пропустим? Осыводка, она работает как раз-таки изнутри. Она напитывает структуру, встраивается в корпус волоса и помогает волосу пережить вот это сильно агрессивное действие. Почему, опять же, я не сторонник того, что использовать именно вот эти вот многоступенчатые силиконсодержащие процедуры? Вы сделали, пошли купаться. Искупались в щелочной воде, все равно что-то где-то подвымылось. Да, сполоснули, все неплохо, но потом вам срочно нужно было побежать сделать укладку, а у вас укладка развалилась, вы ее пересобрали. В итоге вы сделали процедуру, не выдержали, допустим, регламент по времени без мытья. Использовали горячие инструменты, что тем самым частично еще разрушили действия процедуры восстанавливающие. В механическом просто каком-то моменте начали постепенно повреждать волосы. И поэтому использовать кивот многоступенчатый нежелательно. А вот если легкие экспресс-процедуры ухода, которые направлены в первую очередь на увлажнение, то есть все, что летом связано, связано с увлажнением волос. Используйте хоть каждый раз. Это могут быть любые серии несмываемых уходов, несмываемых муссов. Это могут быть протеиновые муссы, потому что протеины легче приорвать к увлажнению, чем к липидам к питанию. И рекомендовать сейчас конкретные продукты вот в плане повседневного ухода, ну, тяжело. У каждого есть свои любимчики, да, кто-то любит израильскую косметику, кто-то исключительно любит американскую косметику. Ну и тем более разброс цен, сами понимаете, да, от 300 рублей до 10 тысяч рублей за одну позицию. Вот. Но использовать увлажняющие, термозащитные и антивлажностные препараты – это факт. А вот по поводу того, что вы сказали, солнечная серия – это вообще вот реально защита такая работающая, объективная, действенная и так далее. Есть такой… Простите, сейчас машина проедет. Южный колорит. Есть такой эксперимент, он ходит в интернете во всех соцсетях с фотографиями. Когда брали чековую ленту, впрызгали на нее термозащиту и проводили по ней горячий макетон. Там, где была нанесена термозащита, у нас не чернела лента. То есть, соответственно, срабатывал именно эффект защиты. Когда вы используете эти продукты, вы не пережигаете волосы во время укладки. Когда вы используете продукты с SPF или с OF-фильтром, так же, как ваши плечики не сгорают на солнце, да, соответственно, не сгорают наши волосы. Почему теряется цвет? Вот основные факторы, которые у нас осветляют волосы – это ультрафиолет, это кислород, это механическое воздействие. Ультрафиолет мы закрыли, хотя бы на одну часть мы сохранили эффект красивого окрашенного волосы. Потому что, сами знаете, как оттенки деликатные, допустим, медные, розоватые, перламутровые, просто моментом вылетают. Вы покрасили волосы, раскаленным утюгом прошли по пряди, и прядь стала шуткой. А солнце? Тот же самый… Утюжок. Утюжок. Народ ходит, я сижу на улице, нас на улице связь слышит. Вот, поэтому при всем прочем, что я сказал, да, питать, 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 надо самое главное не забывать еще один момент – очищать. И вот по поводу очищения, я думаю, можно будет включить слайдик. Да, давайте перейдем к презентации. Сейчас я включу демонстрацию экрана. Если меня будет плохо слышно, или что-то будет запаздывать, вы мне скажите, я отключу видео. Здрава. Ну, тут вот. Еще раз напомним, что с нами в эфире папа блонд Дмитрий Костецкий. И, собственно, вот переходим к продуктам. Видно экран у меня? Все хорошо? Да. Да, экран работает. Все хорошо. В всяком случае у меня тоже. Отлично. Смотрите. Да. Лонда и Вэлла с рынка ушли. Да. Как бы есть такая проблема, но открываем любой маркетплейс и пока видим. Видим достаточно большое количество. Еще есть, да. Да, большое количество. И успеть прикупить себе качественный продукт для очищения кожи головы и потом питания вы еще успеете. Кстати, из-за информации обещали, что до осени должно хватить. Прекрасно. Тем более параллельный импорт, тем более в дружественные страны. Я думаю, что все-таки без продукта мы не останемся. Да, количество будет меньше, доставки будут дольше, но найти продукт будет можно. Лондон интенсив клинсер. Это один из моих самых любимых очищающих шампуней. В отличие от большинства технических шампуней, он сильно чистит, но при этом не пересушивает. И когда девочки, которые любят злоупотреблять уходовыми средствами, стайлинговыми средствами, или имеют просто склонность, допустим, к зажирнению кожи головы, страдают от того, что теряется объем, волосы не блестят, волосы не кондиционируются, используем вот этот шампунь. Используем его минимум на два раза подряд, не менее трех раз в месяц. Если вы голову, конечно, моете раз в четыре дня, тогда два раза в месяц, то есть раз в две недели. То есть не на постоянное использование? Ни в коем случае. Все продукты, о которых мы сейчас говорим в плане очищения, категорически не рекомендуется использовать на постоянку, потому что волосы пересохнут. Вместе с кожей головы начнется новая проблема шелушения. Вот вам, Юль, 100% не знаком именно момент шелушения, потому что у вас как раз таки не происходит пересушивание кожи головы, то есть у вас кожа всегда увлажнена. А вот если, представьте, вы каждый день делаете укладку на мусс или на спрей для прикорневого объема. Ну это да, это действительно проблема. Вы не сможете промыть кондиционером волосы, конечно. Тем более многие девушки до сих пор все равно любят приподнятые макушки, любят объемы, кто-то завивает на лак, либо на спрей и так далее. По стоимости данный продукт он вот очень реально варьирует. Где-то можно найти на стоках по 1100, в среднем 1800, даже до 2000 он доходит, но это по литра вам хватит на год, если не больше. Притом даже если ваш муж, брат, сват, дети и мама будут его потихонечку у вас тырить, все равно хватит. Очень экономичный. Следующий. Полин Профессионал, неплохая замена. Это наша российская фирма. Производится она в Москве. Кстати, одна из немногих вообще фирм, которая имеет полный тыквопроизводок в нашей стране. И шампуни, и краски, и маски, и бальзамы. Все делают сами. Проблем с наличием нету. Во всех магазинах и маркетплейсах представлен. Стоимость, можно сказать, смешная. Дозатор идет в комплекте. Чистит так, что просто без комментариев. Грубо говоря, скраб изобразила. Еще один неплохой продукт. Производится он в Италии. Фирма это наша, российская. Женя Капустином организованная. Tapus Professional. Шампунь для всех типов волос. Он ближе скорее к лонде, чем к Олину. Прекрасно промывает, очищает, не перегружает. Аккуратно все три шампуня вымывают цвет просто до свидания. То есть, если вы дома вдруг проэкспериментировали, и у вас получился серовато-фиолетовый блонд, или вместо рыжего получился красноватый, можете помыть на несколько раз этими шампунями, и цвет улетит. Полезная информация. Опять же, лонда. Кератин. Тот самый злополучный кератин, только не тот, который выпрямляет вам волосы, а который образует их структуру. Летом у нас страдает структура. И нам ее необходимо восполнять. И поэтому вот эти средства, Fiber Infusion, крем в домашнем формате более лайтовый, и в формате в большой банке более концентрированный, именно помогут сохранить волосы именно в структурном качестве. Кондиционируют и мягкие. И в отличие от большинства средств, которые достаточно интуитивно питают волосы, не перегрузят их, они у вас не станут сальными и не будут висеть. Ох, как мне лично нравится эта штука. Одна из самых опасных масок на сегодняшний день. Серьезно? Да. Лонда Visible Repair и L'Oreal Absolute Repair это одни из самых опасных продуктов, особенно для обладательниц тонких и пористых волос. Если неправильно использовать данный продукт, вы сложите категорически неправильное мнение о бренде. Вы скажете, волосы сальные, волосы жирные, они постоянно теряют объем, я не могу с ними справиться, они постоянно как грязные. Поэтому данные продукты, лично я рекомендую использовать как раз таки в сочетании с глубоким очищением. Мы из волос все вытащили, волосы пустые, они хотят кушать. Мы можем им дать кератиновую продукцию, а можем дать липидную продукцию. Можно чередовать. На лето липиды сильно не используем, но раз-два в месяц сделать интенсивную маску, подержать ее 15-20 минут, можно под шапочкой, можно даже с нагревом. Хуже вашим волосам от этого не станет. Опять же, аккуратно выедает свет. Но волосы после нее шел. Это точно. Когда хочется и напитать, и увлажнить, и при этом цвет не съесть. У формавиты есть серия аметист, есть большие форматы, просто не нашел фотографию вам маленького формата, и дрейд, увлажнений. Но при этом она более маслянистая, она более плотная. Расход просто горошина на каре. И волосы становятся шелковыми. Да, дорого. Но давайте посмотрим. Килограмм маски за 3400 рублей, то есть полкило за 1700 рублей, 250 грамм за 750 рублей. А, за 600 грамм. Да, укитывай, что горошина. Нужна горошина? Ну возьмите с подругами, купите на четверых. Вы получаете качественный продукт с максимальным действующим эффектом, и при этом расходная часть у них просто ничтожна. И вы не перегружаете волосы дешевым масс-маркетом. Я ничего не имею против масс-маркета. Если у вас любимый ваш фруктис или гарниер, пожалуйста. Если вы его нашли, он вам подошел, пожалуйста. Но злоупотреблять не надо. Есть некоторые бренды на букву «Э», на букву «С». Нежелательно. Количество силиконовых наполнителей в данных брендах оно просто зашкаливает. Первый эффект у вас. Вау! У меня в жизни таких волос не было. Второй. Мне еще лучше, да что вы понимаете о хороших волосах. Через месяц применения у меня волосы какие-то грязные, промыть не могу. Это проблема большого количества силиконов и дешевых силиконов. Здесь же силиконов практически не сверху. Далее. Переходим к линейке, наверное, моей любимой «Флориаль Профессионель» как раз таки снова. Это «Соляр Сублим». Это солнечная серия. Местами она вылетает, то ее снимают с производства, то возобновляют. Но на стоках она опять же все равно есть. Шампунь и маска, она содержит ультрафиолетовый фильтр и СПФ-защиту. То есть как мы защищаем нашу кожу от воздействия ультрафиолетового излучения, точно так же мы защищаем и наши волосы. Мы наносим тончайшую пленочку из ультрафиолетового фильтра. Соответственно волосы у нас не перегорают на солнце, не перегреваются, не происходит разрушение цвета. Ни натурального волоса меньше выгорают, ни вымывание искусственного пигмента, окрашенные блондинки или рыженькие или шатенки остаются в первозданном оттенке. То есть соответственно маска. Маска из этой же серии. Идеально в сочетании прием их использовать, прекрасно работает. Ищем на стоках. Мастодонты всегда у нас в рынок держали, держат и держать будут. Банакур, обновленный Банакур, который от Шварцко Professional, который сейчас еще раз должны перезапустить и еще более обновленным сделать. Также полный цикл линейка шампунь, спрей, термозащита, масла. Все для защиты от солнца. Прекрасно работает. С теми спреями не перепарщиваем. То есть если вы набрызгаете 35 нажатий на одну сторону или 5, сильной разницы не будет. Вы не сможете дать больше защиты, если нанесете больше продукта. Вы просто перегрузите волосы. Степень защиты у него углификсирована. Далее. Такой вот лично мой топчик. И на волосы, и на тело. Можно наносить данный спрей масла. Он двухфазный кондиционер, он легкий, он смешивается и наносится. На тело? Пожалуйста. На руки? Пожалуйста. Даже на лицо. Честно могу сказать, сам пользовался в прошлом году, не сгорел фактически ни разу. Здорово. Да. И цена у него, кстати, очень смешная. Да. Ну, когда бы все это... Да. Это 400 рублей. Но когда вы это все делали, все равно наносите, и вам все равно хочется волосы очистить, и вы понимаете, что ну я не могу, мне все равно. Вот здесь вот мне шампуня не хватило. И волосы как бы хотела бы от морской воды почистить, но при этом вот шампуня не хватает. Можно взять пилинги. Вот у той же формовиты итальянской есть пилинг на основе масел. То есть, знаете, такой баланс. Мы и очищаем, и механически, и подпитываем маслами. То есть, как раз таки, опять же, злоупотреблять не надо. Раз в месяц, не чаще. Липидное средство. То есть, на основе масла. Не пересушит, но при этом очистит и кожу головы, и по длине волос. На ручки взяли, по проборам и по длине. Также у Альфа-Парда есть потрясающее средство. Я думаю, вы знакомы с этой маркой очень хорошо, поэтому Альфа-Парда тоже рекомендую. Далее. Ох, как неожиданно. Абсолютно. Это такой, знаете, легкий шок-контент всегда, особенно у моих клиентов. По ценнику здесь почему-то сейчас показывают среднюю цену от 300, но я его реально видел даже по 100-150 рублей. для меня, лично для меня, то есть я не говорю сейчас за всех, но это такой топовый продукт, который, когда я куда-нибудь еду, неважно, в гости там, на отдых, просто нужно в командировку, в гостинице остановиться, он всегда с собой. отмывает и кожу головы, и волосы просто на ура. При этом он имеет мягкую абразивность, он абразивный, но он настолько не пересушивает, при этом глубоко ощущает, что для меня это реально какой-то уникальный продукт. И не бойтесь использовать его на кожу головы. У нас на голове такая же кожа, поэтому ничего страшного не будет. По длине также на руки растерли и идем от корней к концам, перетирающим движением не вверх, не концы корням и трем, а исключительно между ладошками только вниз. И так мы делаем вообще в принципе всегда. Мы не наносим маски на кожу, не втираем. Мы идем всегда по росту чешуек и расчесываем волосы, начиная с концов, поднимаясь к корням. Я думаю, это вы тоже все знаете прекрасно, но всякий случай можно напомнить. Да, лишним не будет точно. Ну и последнее средство. Это тоже еще один легкий кремовый пилинг от Inside Professional, тоже итальянский бренд. Как вы заметили, итальянцы, они нам достаточно близки, потому что у них те же проблемы, скажем так, что и у русских. Все такие плотноватые, темноватые волосы с легкой пористостью, которые нужно очищать, и кожу головы, которую тоже нужно соответственно от выделяющегося себовому прочищать. Также можете использовать один раз в месяц именно для очищения кожи головы от всех накопившихся силиконов, масел, солей и всего прочего. Ровно как и волосы. Вот. И ваши волосы будут мягкими и шелковистыми. Помните, как в рекламе ТВ-парк? Да, да, да. Было дело. Да, вот минутка рекламы. Я бы хотела сказать, что если вы какие-то ответы не получили, я вам рекомендую перейти на что-то. Ой, вот это очень приятно. Дмитрий, спасибо вам большое. У нас время уже вышло. Так, я надеюсь, я закрыла экран. Спасибо вам большое за информацию. Это было очень интересно. Я думала, я очень много знаю всего уже про волосы, но столько всего интересного вот сейчас для себя открыла. Это было очень здорово. Благодарю всем. Благодарю вас за сотрудничество. Надеюсь, оно у нас будет продолжаться. И хорошего вам дня. Я тоже. Судя по всему, он у вас хороший. В отличие от нашего, у нас такая погода. Ну, могу, знаете, как это сделать? Я думаю, что уже под конец эфира, буквально на секундочку, просто панорама нашей улицы. Так, сейчас попытаюсь одну секунду здесь. Была минутка рекламы, а сейчас минутка хвостовства. Да. Просто замечательно. Я надеюсь, наши зрители уже почувствовали эту сочинскую атмосферу. Ну что, всего доброго, Дмитрий. Благодарю вас за эфир. И вам спасибо. Точно. Удачи. Точно. Удачи. Удачи. Продолжение следует...